Начался учебный год, поэтому, наверное, будет актуальным сегодня поговорить о том, как обезопасить ребенка. Ребенок идет в школу, после школы остается некоторое время дома один. Еще достаточно хорошая погода, летом его тянет на улицу, это велосипеды, игровые площадки и так далее. Хотелось бы услышать пару слов про вашу новую информационную компанию. В чем смысл, зачем она, какова ее актуальность? Компания наша стартовала с начала учебного года, называется «Будь рядом с ребенком». И цель этой компании – призывать родителей создать для детей безопасную среду, чтобы, находясь одни дома, они были в безопасности. Одна и самая главная наша рекомендация – это установить автономный пожарный извещатель. Это мероприятие мы отслеживаем с представителями образования. Начался учебный процесс, он уставший. Идет такая нагрузка на подростковый организм. И, как показывает прошлый год, тоже в начале учебного года, конец октября, в Верхнедвинске у нас случается трагедия, когда девочка после школы оставляет включенную газовую плиту, на которой готовится пища, и засыпает. Извещатель автономного не было. Родители у нас уехали в Полоцкий район. В итоге по приезду нет ни дома, ни дочери. Сейчас это особенно актуально. Также постоянно мы акцентируем внимание родителей на то, чтобы они занимались постоянно обучением детей. Понятно, что субъекты профилактики постоянно проводят уроки безопасности, но когда приходит человек в незнакомой форме, либо еще какой-то субъект профилактики, это одно, совсем по-другому информация воспринимается ребенком, когда это занятие закрепит еще родитель дома, проиграет ту же самую эвакуацию в домашних условиях. То есть давай с тобой представим, Миша, что вот здесь ты всегда заряжаешь телефон, и от зарядки у нас началось короткое замыкание, идет дым. Давай договоримся, что ты не прячешься, не пугаешься. Ты звонишь в 101, сообщаешь о пожаре, пригибаешься и ползком направляешься к выходу, не прячешься. Мы это играем как в дошкольных учреждениях, так и в младших классах. Это такой игровой способ обучения, потому что всем известно, что дети у нас любят играть, и через игру они лучше усваивают информацию. Ну давайте честно, много ли вы знаете семей, где действительно родители так играют с детьми, чтобы научить их безопасному поведению? Честно скажу, не знаю, никто не делился опытом, но зная, что дети любят картинку с экрана, телефон, планшет, телевизор, компьютер, у нас есть еще и другие альтернативы. Это то же самое наше мобильное приложение МЧС. Уверены ли вы, что ваш ребенок знает все правила безопасности? И сможет ли он сориентироваться в нестандартной ситуации? Пожалуйста, есть у нас раздел «Проверь себя». Скачивайте мобильное приложение через Google Play, Play Market, как обычное приложение МЧС, оно сразу же в первой впусковике. Устанавливайте, висит немного, бесплатно, все доступно. Вот здесь у меня есть пример положительный. Когда знакомая сказала, сели с дочкой за мобильное приложение, решили один тест, 33%. А она сказала, ма, ну что, я не знаю, что ли? Я все знаю. 33%. Значит, есть пробелы, их нужно устранять. Поэтому, когда мы призываем родителей обучать ребенка, мы не просто там говорим, идите и обучайте, как хотите. Мы еще предлагаем им какие-то методы обучения, формы обучения. То же самое наши онлайн-игры. Если на сайт МЧС зайти, есть раздел «Родителям и педагогам», где есть ссылки на онлайн-тесты. Пожалуйста, вы решаете, вам сразу же результат и пробелы, которые вам нужно восполнить. Те же самые наши мультики. Дети любят мультики. Даже в средних классах. Мультфильм «Волшебная книга МЧС», который мы, в принципе, разрисовали в «Электроне детское кафе». И мы недавно открыли детскую комнату безопасности в Новолокомольской больнице на базе детского стационара. Тоже с нашими мультяшками, которые со стен рассказывают детям о безопасных играх. Чтобы окончательно убедить родителей в том, что действительно эту работу надо проводить, давайте, может быть, приведем некоторые цифры. Статистика не веселая. И динамика неположительная. В прошлом году у нас от пожаров погибло 14 детей. Это огромная цифра. И причем, что один только пожар связан с детской шалостью с огнем. Давайте уточним, это в республике? Да. Все остальные причины возникновения пожаров – это родительская беспечность, невнимательность, где-то сыграл алкоголь. И, возможно, эта цифра воспринимается некоторыми, что, ай, ну это, наверное, там, где пьют родители соповские, неблагополучные. Нет. 14 детей – это 10 семей, потому что было два случая, где два ребенка погибало в одной семье. Только две семьи из десяти, где дети находились в социально опасном положении. И одна семья, где они были сняты с учета. Все остальные – это такие же семьи, как мы с вами. Впечатляет. Возвращаясь снова же к автономному пожарному извещателю. Но тоже не секрет, что многие думают, ну зачем мне это, это вообще бесполезная вещь. Попробуйте убедить в обратном вот таких скептиков. Мы всегда родителей призываем на своем примере показывать, обучать. Я на своем примере объясню, почему у меня в квартире двухкомнатной два извещателя. Я живу на пятом этаже, и в моем подъезде большинство – люди пожилого возраста. Это та уязвимая категория после злоупотребляющих лиц, которые тоже у нас страдают от пожаров. Ввиду своего возраста, здоровья, они могут задремать, не досмотреть, не услышать что-то, ставить ту же самую пищу на газовой плите, телевизор включенный на ночь. Дым у нас поднимается кверху. Взять тот же самый пожар на Ленинской, который у нас произошел в августе месяца. Пожар на первом этаже, но все четыре выше лежащих этажа у нас заблокированная дыма. Моментально дым заполняет по вентиляции через лестничную клетку помещение. Если бы был бы извещатель, люди бы, несмотря на то, что в соседних квартирах, они бы услышали звук и обратились бы в службу спасения. Но так как они среагировали уже поздно, когда в их квартиры поступает дым, то тут уже без возгорания не обошлось. И точно так же я. Я не хочу пострадать от задымления, не дай бог это ночью. А у нас был такой случай в прошлом году, уже накануне Нового года, в Минске, в столице по улице Шевченко, когда на пожаре погибает шесть человек, один из них ребенок. На втором этаже пожар, а семью на четвертом этаже обнаружили задохнувшуюся. Пять утра, ночь, все спят. Как известно, во сне мы ничего не ощущаем, ни обоняния, ни нюх, ничего у нас, ни слуха, ни работает. Люди просто спали, не проснулись. Если бы был извещатель, он бы своим звуком, в котором более 90 дБ, оповестил бы о задымлении. Взять тот же случай в этом году на Радонице многодетная семья в Новолукомле. Пятый этаж. Отчим накануне оставил на газовой плите подкормку для рыбалки греться. Ну, понятно, я не буду скрывать, что Радоница, подвыпившие у нас лица, праздник, ну, такой мы порода, наверное, славянская. И он задремал, и вся семья легла спять. Пять утра извещатель будет семью и соседям. Пока соседи вызывали МЧС, семья уже все ликвидировала. Они проветрили повещение, выбросили эту кастрюлю. Когда уже приехали наши подразделения по вызову соседей, уже ничего не было. Это вот, опять же, положительная динамка от извещателей. А могли бы задохнуться? Могли бы задохнуться. Пять человек, трое детей, двое взрослых. Кроме пожаров, какие опасности еще могут подстерегать детей? Да, здесь очень много у нас условий опасности для детей. Как на улице, так и дома. Выпадение из окон. Различный возраст. Те же самые подростки, которые в подъездах собираются и сидят на подоконниках. Что-то там уронил, нагнулся, вывалился. Маленькие дети. И даже не брать ту статистику, когда они одни дома. Мама в соседней комнате, либо бабушка, а ребенок через стенку. Открыто окно. И примеры один и тот же сценарий. Один облокотился на сетку москитную, вывалился. Все эти случаи, они, в принципе, от детей не зависят. Это, опять же, недосмотр родителей. Это их беспечность. Оставили мебель возле окна. Ребенок залез посмотреть, что-то дотянуться. Нет устройства для того, чтобы ребенок сам не смог открыть окно. А как мы приводим, например, будущим мамам, проводим мероприятия с беременными, то мы приводим уже пример, что в два года ребенок может открыть стеклопакет. Вот здесь тоже нужно быть бдительными. Приходим на улицу. Те же самые стройки. Давайте даже не говорить о стройках многоквартирных домов. Это ремонт трубопровода, например. Это раскопка. Это есть гора песка. Детям нравится лазить, скатываться. Очень весело. Но здесь они просто не понимают, что в один момент грунт может ввалиться. И взрослый человек получает увечья для здоровья, не говоря уже о подростках. Был в Минске случай в этом году, когда ремонтировали трубопровод, и мужчину засыпало грунтом. Небольшая была глубина, небольшая гора, но человек был госпитализирован с увечьями. А если бы это был ребенок? Не всегда у нас, конечно, к сожалению, все раскопки обгрождаются, чтобы предупредить детей о том, что зона опасная. Но здесь должны быть и родители на чеку. Особенно, когда во дворе идет какая-то стройка. Уходит ребенок на улицу. Предупредите его. Там опасно. А лучше следите за ним сами. Какие бы самые главные слова вы хотели бы сказать родителям? Мы всегда призываем родителей беречь своих детей. Уделять достаточное время обучению ребенка. Нужно постоянно напоминать о том, что на каждом шагу их подстерегает опасность. Да, они познают мир. Ну и в рамках нашей кампании «Будь рядом с ребенком» мы напоминаем. Не оставляйте детей одних. Будьте с ними рядом. Не оставляйте小 Продолжение следует...